В Израиле скоро выборы уже третий за год. Все это время страна живет без правительства и утвержденного бюджета, что породило массу финансовых и административных проблем. Впрочем, исход этой кампании по просам социологов тоже не очевиден. Рассказывает Сергей Оуслендер. Основные соперники опять те же. Партия Ликуд во главе с премьер-министром Нетаняху строит свою кампанию на арифметике. Дескать, при таком раскладе ее конкуренты не наберут достаточного количества голосов для формирования правительства, а значит, голосуйте за нас. Если Ганс возьмет в коалицию Мерец и Либермана, он с трудом наберет 50 мандатов. Значит, у него нет альтернативы, кроме как взять в правительство арабский список. Это будет правительство, опасное для страны. Основной конкурент премьера генерал Ганс, бывший начальник генштаба. Его партия Кахоль-Лаван или Белоголубые тоже пыталась на прошлых выборах сформировать правительство и тоже провалила эту попытку. Главный лозунг Ганса – не Танягу беспокоиться о себе. Это намек на уголовные дела против главы правительства. А я беспокоюсь о стране. У Натаняу своя печальная история. Он должен заниматься сам собой, оставить это место. И у нас есть конкретные программы, которые мы хотим реализовать. И пришло время реализовать. Потому что все стоит на месте. Есть догнация. И есть настоящая возможность сделать что-то для государства. Партия «Наш дом Израиль», которую возглавляет русскоязычная политика Виктор Либерман, идет на третьи выборы под лозунгом «Если не мы, то никто». Отказ Либермана присоединиться к правительству, не Таняху и Ганса на прошлых выборах привел к провалу формирования кабинета. Партия «Наш дом Израиль» – это правая либеральная партия. У нас есть цели и задачи. Мы считаем, что в Израиле должно быть создано широкое сионистское правительство. Третьи выборы вынуждают казну потратить еще около 500 миллионов долларов. Это в то время, как растет бюджетный дефицит. Год государства живет без утвержденного бюджета. Многие проекты встали, частично прекращены социальные выплаты. Перед страной маячит призрак большой войны, неспокойно на юге. Но будет ли кому принимать решение, выяснится только в начале марта. Со второго пройдут выборы, а потом будет формирование коалиции. Это еще минимум полтора месяца. Сергей Услендер, Хабар 24.